Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое агрессивное видео. Этот выпуск я не планировал снимать, но то, что я только что увидел, не потерпит промедления. Все то, о чем мы говорили на этом канале так долго, похоже, становится реальностью. Это именно тот момент, который мы ждали. Сегодня мы, наконец, получили сильное подтверждение тому, о чем спекулирует все сообщество XRP. Так просто его еще не получишь. Нужно постараться. Этот документ от Крайса М. Лебера из Комитета по надзору при Европейском Центральном Банке. Я оставлю его в Телеграме. Ссылка на него в описании. Надеюсь, мой Телеграм не заблокирует за распространение закрытого документа от сайта centralbanking.com. Он называется «Трансграничные платежи и совместный взгляд на них». Датируется 18 мая 2021 годом, то есть совершенно свежий. Я не буду останавливаться на каждом его моменте, а лишь долистаю до самого важного. Новые формы трансграничных платежей и взаимодействия валют. Имеется в виду взаимодействие цифровых валют центральных банков в новой системе. Вот что они пишут. Альтернативные способы взаимодействия различных цифровых валют центральных банков. И подписывают, что этот способ называется Ripple Connect. Но и это еще не все. Дальше они пишут «Использование криптовалютных активов в качестве мостовой валюты». Мостовая валюта – это инструмент, который обеспечит совместимость двух разных цифровых валют центральных банков. Они пишут, что это будет Ripple Liquidity, то есть ликвидность по требованию, иными словами ODL. Они знают, что такое кризис ликвидности, и следующий будет самым серьезным с 2008 года. Ликвидность по требованию от Ripple – это решение этого кризиса. И это, ребята, уже не мои спекуляции. Это документ центральных банков. Что еще я должен сказать, если все уже сказано за меня? Я сейчас абсолютно не мой. Когда Ripple изменил название XRapid на OnDemand Liquidity – ликвидность по требованию, я уже знал, что что-то грядет. Это будут розничные платежи, провайдеры небанковских услуг, трансграничные сервисы, распределенный блокчейн, помощь при объединении финансовой системы. Это все то, о чем мы говорим на этом канале так долго. И теперь мы находим этот документ центральных банков, который подтверждает абсолютно все. Это просто что-то невероятное. Каждый из вас должен увидеть это. Поэтому я оставлю этот документ в Телеграме. Открывай и наслаждайся каждой буквой. К тому же не забывай о том, что они ускоряются в принятии цифрового доллара. Рыночный инсайдер говорит, что цифровой доллар ускорит выплаты пособий помощи американцам, которые не имеют доступа к банковским услугам. Они преподносят это так, будто делают услугу гражданам. Как будто финансовая элита и банки реально пекутся о людях. Цифровой доллар, как и любая другая цифровая валюта, которая выйдет, это угроза нашей приватности. Это инструмент контроля. Это то, чего они хотят. И это то, что мы получим в итоге. И именно поэтому, скорее всего, после их запуска, криптовалюту ожидают нападки не только со стороны Китая. Кристофер Джан Карло, глава проекта цифрового доллара, говорит, что США должны ускориться в принятии цифрового доллара. Также именно этот человек заявлял, что XRP не является ценной бумагой. Интересно отметить, что раньше он возглавлял комиссию по торговле товарными фьючерсами, и его мнение явно чего-то значит. Но мы до сих пор находимся в разгаре этого судебного разбирательства. На сегодня я прочел целый ряд твитов, в которых рассказано, почему 31-го мая этого года судебная тягомотина Секи Риппл может закончиться. Стефан Хубер у себя в твиттере написал целый ряд публикаций, которые очень-очень важны. Да, они являются полнейшей спекуляцией. Да, они являются субъективным мнением. Да, они являются просто анализом какого-то человека. Но это все равно стоит воспринимать серьезно. Я всегда предупреждал тебя, ты сможешь заработать огромное жизнеизменяющее богатство на активе, только находясь в нем до регулирования. Но не после него. После. Уже будет поздно. И я продолжу говорить это снова и снова. Мы должны находиться в таких активах. Особенно после таких масштабных коррекций в 50%. Я всегда также подчеркивал, самый большой риск, который ты можешь на себя взять, это не владеть криптовалютами вообще. Что ты собираешься делать со своими деньгами? Держать их в бумаге? Да, она же ничего не стоит. Инвестировать в фондовый рынок, когда тот на исторических хаях? Каждый день ФРС приближает момент, когда тот навернется. Как видишь, выбор не такой уж и богатый. И криптовалюта это новый вид активов, который, судя по всему, собирается стать самым продуктивным активом в истории человечества. С точки зрения потенциальной доходности. Поэтому выбирай с умом. Стефан Хубер пишет. Я все еще считаю, что урегулирование между сек и рипл будет объявлено 31 мая. Пятничные слушания не изменили моего мнения. Почему же я так думаю? И он приводит целых 10, 10 аргументов. Я их пролистаю, если нужно, поставь на паузу и почитай. Идея в том, что и Гэнслер, и Сек сами не уверены ни в чем и с благодарностью готовы принять любое решение, которое закончится упрощенным судебным разбирательством. Кроме этого, Гэри Гэнслер работает над новыми законами регулирования криптовалют прямо сейчас, и поэтому длительный процесс с рипл не в его интересах. Да, все эти аргументы – просто субъективное мнение, просто спекуляция. Но в них есть множество резонных причин. В любом случае, нужно быть в активе до его регулирования. Только так и не иначе. Сегодня так трудно решиться на покупку XRP. Я понимаю. У меня есть друзья, которые продали все свои XRP, как только узнали о судебном низке SEC против Ripple. Но сейчас они видят, куда все движется. И не могут купить XRP по причине того, что юрисдикции, при которых они живут, не позволяют им этого. Не позволяют, например, использовать биржу Bit.ru. Одну из немногих, которая в Соединенных Штатах разрешает покупать XRP. Именно так они избавляются от розничных инвесторов. А как я уже не раз говорил, XRP не был создан для розницы. Он был создан для институционалов. А теперь я хочу рассказать тебе о своем эксперименте. Я всегда говорил и говорю, что кредитная торговля а-ля торговля с плечом – это опасно. И вообще не для меня. Но после такой коррекции я решил рискнуть, попробовать себя в чем-то новом. Я еще ни разу не открывал сделки с кредитным плечом. Поэтому это мой эксперимент – трейдинг с плечом. Эту сделку я проведу на паре XRP к доллару, понятное дело. Я медленно и спокойно буду выбирать момент входа в трейд. Моя задача – поймать длинный трейд с плечом. По длинным трейдам я подразумеваю движение к 10 или даже 13 долларов. Можешь посмеяться в комментариях, но такова моя цель. Более конкретно и с цифрами. Серьезно я начну рассматривать возможность входа с плечом, когда цена XRP достигнет 1 доллара. Полностью убежден буду по достижении цены 1 доллара 25 центов. Еще раз, я не хочу делать сотню сделок с плечом. Я сижу на берегу и жду своей одной волны. Если тебе интересно, сделку я буду проводить на Binance. Ссылка на него будет в описании. Это моя реферальная ссылка, если что. Я буду благодарен, если ты зарегистрируешься по ней. Кстати говоря, она даст тебе пожизненные 20% скидки на твою торговлю. Я полагаю, что с января 2018 лучшего периода для подобных сделок, чем ближайшие 6-9 месяцев, не было. А теперь несколько очень важных моментов для тебя. Первое. Кредитная торговля – это опасный вид трейдинга, поэтому без меня лучше не торгуй. Второе. Торгуй на малую долю своих денег. Скажем, твой депозит 2000 долларов, я советую совершить сделку не более чем на 50-60 долларов. До 3% от торгового капитала. И чем больше твой депозит, тем меньше рекомендую брать процент от общих денег. И третий момент. Возможно, я поймаю волну не с первого раза. И это абсолютно нормально. Ну и в итоге, если у меня все получится, мне будет что рассказать и вспомнить. Ну и, конечно же, зафиксировать это на своем канале в качестве истории, как это я обычно делаю с какими-то важными событиями в моей торговой жизни. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Обязательно подписывайся на канал, если ты тут впервые. Здесь мы каждый день говорим о криптовалюте. Также поставь лайк под это видео. Меня это всегда очень мотивирует. Большое спасибо за то, что на прошлом видео вы поставили почти 6000 лайков и всего лишь 50 дизлайков. Соотношение какое-то просто сумасшедшее. Мне это очень нравится. И канал просто взрывается. 45 тысяч новых зрителей за последние 30 дней. Даже не знаю, как тебя благодарить за такую безумную поддержку. Увидимся завтра в новых видео. Не забывай, что делать правильно. Богатеть. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok